АТОМИКЕН БИЗНЕС Хотя вроде бы намерение было, я прошу у телезрителей прощения за то, что спикер не пришел. Коллеги, давайте сегодня обсудим все вопросы, которые касаются молодежного предпринимательства. Вы знаете, есть такое мнение, что у нас, увы, в традиционных учебных заведениях не даются необходимые знания экономические, какие-то не формируются стимулы, определенные предпосылки, компетенции, необходимые для успешной предпринимательской деятельности. Что скажете? Насчет молодежного предпринимательства, если позволите, хотел бы несколько слов сказать. Начать, скажем так, эту дискуссию, а потом человек с бизнеса, который непосредственно довольно-таки часто, каждый день сталкивается. В работе Палаты предпринимателей города Алматы также в том числе и является работа с молодыми предпринимателями, либо же со студентами или физическими лицами с предпринимательской инициативой. Так, например, у нас ведется работа со всеми ведущими университетами города, это вот в том числе и КБТУ, это Алмаю, ЮАЙБ, КАЗНУ и так далее. То есть там подписывается с ними меморандум на предмет того, чтобы посмотреть, какие есть возможности лаборатории, а также иные варианты по воспитанию предпринимательского духа. То есть КБТУ, например, пошел дальше, он на своей базе уже формирует из некоторых идей студентов уже какие-то производственные предприятия. Это солнечные батареи, это жидкость для того, чтобы, ну, как сказать, огнеупорные материалы создавались и так далее. Мы с ними со всеми контактируем на предмет того, чтобы, какие дальше есть варианты успехов для внедрения и преподавания в институты. Что-то получилось, да, что-то получилось, есть какие-то реальные уже, может быть, проекты, которые вам удалось. Да, я прошу прощения, у нас просто задержка по связи, это Алматы, Телемост. Реальные проекты интересуют, что-то есть такое, о чем можно говорить, результаты. Да, реально есть проекты. К примеру, в настоящее время, вот тот же, ну, взять, пока, ну, вот, раз на КБТУ остановились, здесь есть несколько успешных проектов. То есть, тот же компания ДОК КОМПАНИЙ ЛТД, который выпускает в настоящее время, расположен в городе Алматы, и выпускает картриджи для принтеров любой модификации. Он вот в этом плане лидер в Казахстане, он сейчас вот очень сильно заинтересовался вот этими солнечными панелями. Уникальность их в том, что солнечные панели в жаркий период не только нагреваются и получают свой заряд от солнца, также у них внизу установлена панель, которая от тепла, от нагрева, то есть тепло, вот это уже, оно тоже преобразуется в электричество. Вот такой есть яркий пример. Также есть у них лаборатория, называется она 5D, но это ничего такого прям очень суперумного. Это Sony PlayStation с 3D очками, где пожарные, к примеру, могут прям полностью проходить практику и знать, какой инженер или там будущий сотрудник, где вентиль тот или иной располагается при пожаре. То есть, это все студенты разработали. Они нарисовали полностью, взяли определенный, ну вот, завод, либо определенную, ну вот, нефтедобывающую там вышку, полностью перерисовали его в цифровой формат, и человек, надевая эти очки, он уже знает, даже там никогда ни разу не был, он уже знает, куда надо бежать, где пожарный гидрант, где какой кран надо перекрыть, чтобы там... Так это реально действующий бизнес уже, или пока только проект студентов? И по другим направлениям, может быть, вот сейчас вот, ага, был проект студентов, прошел акселерацию, теперь реально бизнес. А, давайте тогда, господину Хамитову, конечно, руководитель старейшего нашего бизнес-инкубатора, подключайтесь, я, значит, хочу вас сакцентировать на словах президента, у нас год молодежи, и что сказал глава государства в целом, поручая правительство совместно с нашими бизнес-компаниями, олигархами, национальными компаниями, создать специальный фонд поддержки молодежных стартапов. Какие надежды у вас с этим заявлением? К вам олигархи уже, наверное, в очередь выстроились, хотят потратить деньги и что-то там создать инновационное в вашем бизнес-инкубаторе? Добрый вечер, Данил, добрый вечер, уважаемые зрители, очень рад опять быть в вашей студии. На самом деле, мы очень рады, что этот год был назначен, можно сказать, годом молодежи, потому что мы думаем, что это расходит много возможностей, да, в частности, каких, да. В принципе, это движение по созданию бизнес-инкубаторов на площадке ГУЗов началось уже несколько лет назад, и мы прям наблюдаем эту хорошую тенденцию, как минимум вначале открывались куворкинги, и сейчас эти куворкинги прокачиваются с точки зрения компетенции и запускаются отдельные программы. То есть первое, наверное, ожидание вот именно в этот год, то есть работа началась заранее, можно сказать так, мы увидим, наверное, первые результаты. Да, понятно, что там не надо ожидать каких-то гуглов, фейсбуков, подобных успешных совсем историй, но микробизнес, малый бизнес, он точно уже появляется и будет появляться. Это вот такой первый вывод, который мы прям наблюдаем. Второе, мы очень рады, что также годами ранее была запущена программа Министерства образования и науки Республики Казахстана о том, что нужно вводить курс предпринимательства по факту со второго-третьего курса, и эта программа была запущена. Понятно, что есть определенные вызовы для университетов, а кто будет преподавать эти вещи, эти курсы, но исходя из нашего опыта, мы работаем по регионам, мы сейчас как раз занимаемся выстраиванием сети, нашего инкубатора, мы делимся компетенциями, знаниями, и мы прям наблюдаем, как преподаватели, даже не имея опыт бизнеса, и в принципе я верю в то, что не обязательно быть бизнесменом для того, чтобы преподавать, главное понимать методологию, да, и направлять, мотивировать студентов, а студенты это поколение Z, это такие ребята, которые найдут путь сами. Поэтому второе, ну, как бы, может, результат или влияние, которое мы ожидаем, это, конечно же, вот, когда были запущены курсы, и теперь они будут запущены не только там на специальности экономика, финансы, как во многих вузах это есть, но и будут запущены там на IT-специальностях, на там туризме и так далее, и так далее. Насколько это все доступно для простых людей, для молодежи, именно для студентов, я хочу узнать, я прошу прощения, вынужден вас перебить, потому что у нас телемост еще раз, уважаемые телезрители, наберитесь терпения, идет сигнал туда, возвращается назад, поэтому маленькая задержка. Насколько это все доступно для простых людей на начальном базовом уровне, вот, есть идея, хочу сделать бизнес. Вот, как рассказывал господин Телебай, например, да, вот, сколько и что надо пройти такому молодому предпринимателю, чтобы реализовать себя? Я просто добавлю предыдущему вопросу насчет олигархов. Мы уверены, что олигархи и бизнес-ангелы, инвесторы, они как раз придут. Это связано и с годом молодежи, это связано с принятием нового закона о венчурных инвестициях, поэтому это третий влияние, который мы ожидаем. Насчет доступности, на самом деле, Казахстане, знаете, считается, что у нас, и это подтверждают зарубежные эксперты, бизнес запустить и вести легко. Да, вопрос в другом, наверное, у молодых предпринимателей, чего не хватает, это очень часто видение, да, а куда двигаться, в какую нишу пойти. Вот в этом случае, конечно, очень отлично, что государство смотрит в эту сторону, оно говорит о том, какие есть проблемы, да, и куда можно там в торговле, да, в ритейл пойти. В то же время у молодых предпринимателей очень много возможностей строить бизнес, не только в формате, там, B2C, да, когда вы продаете клиентам, у нас население не такое большое, ну, Google мы точно здесь не построим, но у нас очень развит корпоративный сектор, поэтому молодому предпринимателю нужно думать и смотреть в ту сторону. Если говорить о легкости запуска бизнеса, наверное, бюрократически, документально легко, а в целом, ну, тоже не вижу проблем, все зависит от человека, да, и очень важно, чтобы на уровне вузов, инкубаторов эта среда культуры именно как минимум закладывала вот это зерно в голове, что это путь, по которому не могут пойти. Вот над этим нужно работать, и вот как раз мы по факту этим тоже занимаемся. Да, мы сейчас обсудим ваш проект, который вы запускаете, новый, он будет несколько месяцев длиться. Дайте мне немножко времени, вот, насмотрите, например, что нам пишут телезрители сейчас. Я напоминаю, что мы в прямом эфире, вот многие спрашивают, можно ли задать вопрос. Можно задавайте, даже нужно задавать вопросы в целом. Вот, например, один момент. Так, проблема в том, что в большинстве регионов Казахстана не развиты площадки, на которых молодые люди могли бы получать актуальные знания и навыки. Это раз вопрос. Второй вопрос, ну, мнение точнее. Да просто все меры поддержки малого бизнеса для молодежи, как социальной группы, пока не дают видового результата. Что скажут банки, которые берут большой процент по кредиту и требуют залоги? Вам вопросы, пожалуйста. Господин Требай, наверное, с вас начнем. Спасибо большое. Я вот, честно говоря, ну, согласен, что в некоторых регионах, скорее всего, нету таких площадок, да? Но я хотел бы немножко рассказать про IT-совет, который создан при Палате предпринимателей города Алматы. Он взят за аналог существующего, который создан при премьер-министре Республики Казахстан. И пока, ну, насколько я знаю, он единственный в регионах. IT-совет создан весной прошлого года. Туда входит 20 таких крупных, успешных, ну, предпринимателей. Вот сегодня мой оппонент туда также входит в этот IT-совет. Здесь заключается данного IT-совета не только в том, чтобы выработать предложения для комфортного города, создать какие-то условия, IT-новые проекты, сделать из города Алматы смарт-сити. Но в то же время одна из ключевых задач – это воспитать в поколении, в новом поколении, да, в молодом поколении, ну, ту основу или там ту уверенность, что он может сделать в Казахстане. То есть, читая Илона Маска, еще какие-то там очень такие хорошие книги – это все теория. Если человек встречается там, например, ну, вот с ребятами, которые вот в этом IT-совете, это первое кредитное бюро, которое они сами создали, это Arbus.kz, Ltex Alatao, все там, почти у многих есть IDTV, вот этот Ltex приставка, вот создана она человеком, который вот работает, живет в Алма-Ате, на специальной экономической зоне он их собирает и так далее. 2GIS, TechGarden, ну, очень много. Тот же Кастелепорт. Там порядка 20 успешных, ну, вот предпринимателей, которые успешны не только за счет кого-то, а которые достигли данные, ну, эти все компании, они сами их возглавляют, они сами ими владеют и так далее. То есть, это успешные компании, которые на рынке Казахстана уже зарекомендовали себя. Один из таких вариантов, мы ездим с IT-советом по различным вузам или вот, ну, вот, акселератором, либо каким-то площадком, вот SmartPoint, вот, есть очень популярный в Алма-Ате в городе, вот, и обучаем просто бесплатно рассказываем некоторые кейсы из жизни. То есть, у каждого предпринимателя, который в нашем IT-совете, да и, в принципе, у многих, есть чем поделиться. Просто их собрать и собрать ту целевую аудиторию, которая была, ну, слушала бы его, вот в этом состоит задача вот Палаты предпринимателей. Не бесплатных, ну, в том числе не только вот бесплатные уроки, теоретические знания, а также, чтобы показать тем же вот уже успешным предпринимателям воспитать в поколении какие-то там свои уверенности. Вот, я думаю, вот в этом заключается. Да, и давайте, я сейчас предлагаю вам послушать мнение нашего обозревателя. Это Руслан Олегшан, к нам подключается, он здесь в студии Алматы. Руслан, приветствую тебя. Расскажи, пожалуйста, какой у тебя взгляд на проблемы? Спасибо, Данил, и здравствуйте, уважаемые телезрители. Быть предпринимателями или не быть, именно этим вопросом задаются тысячи. Нет десятки тысяч молодых людей по всей стране. Кстати, от этого вопроса ни много ни мало зависит будущее страны. Ведь именно бизнес является становым хребтом финансовой системы любого государства. Именно молодежь – это та сила, которая способна понять, поднять и повести экономику в когорту развитых стран мира. Более 4 миллионов – таково количество молодых людей в нашей стране. А в общей численности экономически активного населения молодежь составляет 25%. Приличная цифра. А теперь давайте взглянем, сколько молодых ребят у нас заняты бизнесом. Не надо ориентироваться на разные стадданные, которые, конечно же, скажут, что с каждым годом количество молодых предпринимателей растет и растет. Давайте взглянем по сторонам и обратим внимание, что к бизнесу молодежь и не особо-то стремится. Причины разные. Недостаточность финансирования, ведь без начального капитала никакое дело не откроешь. Конечно же, пресловутая и надоевшая всем коррупция всевозможных госорганов, бюрократия, а еще боязнь прогореть. Да, у нас есть немало программ по привлечению молодых к бизнесу и обучению их азам предпринимательства. Это и госпрограмма «Дорожная карта занятости-2020». Палата предпринимателей «Атомикем» проводит большую работу с молодежью. Есть программа «Бизнес Бастау», есть бизнес-школы «ЦОП». В школах собираются вводить предметы «Основы бизнеса» и так далее. Бесспорно, все это очень актуальные и нужные программы и действия. Но процесс вовлечения молодежи в предпринимательство идет очень медленно. Часто бывает так, что отучившись на курсах по бизнесу, из 10 слушателей только один, максимум двое идут дальше по пути открытия своего бизнеса. И все. У остальных причины те же, что и говорил выше – отсутствие денег и страх. Именно поэтому из 4 миллионов молодых людей бизнесом занимаются всего около 15%, а средний возраст предпринимателя в Казахстане равен 40 годам. Согласитесь, это не очень хорошо. А куда же идет молодежь? Ясно куда – в госорганы. Посмотрите, средний возраст госслужащих – 30 лет. Так почему же молодые люди предпочитают тесные кабинеты и длинные коридоры вместо самостоятельного зарабатывания денег? Менталитет? Неуверенность в себе в завтрашнем дне или в стране? Кстати, именно среди молодежи достаточно сильны миграционные настроения. Основные причины – экономические. Поэтому развивать молодежное предпринимательство жизненно необходимо. Для общества, для страны в целом. Хочу отметить, что большие значения для вовлечения молодежи в бизнес играют современные IT-технологии. Их развивают молодые люди, естественно. Все эти стартапы, венчурные фонды, бизнес-ангелы, IT-хабы, финтех-платформы и так далее – эти новые слова прочно вошли в наш лексикон. Но все это работает, если создана определенная бизнес-среда для этого – экосистема. Да, у нас создаются технопарки и бизнес-инкубаторы в городах. Год назад помпезно был открыт МФЦА, но пока результатов мы не видим. Нет еще казахстанских технологий, завоевавших мир. Понимаю, нужно время, чтобы все это заработало. Молодежь внедрила все эти технологии в нашу жизнь и заработала на этом денег. Ведь первая и главная предпосылка успеха в бизнесе – это терпение. Все же эти Цукербергеры и Безосы, а также Илона Маски тоже не сразу там появились. В завершении скажу вот о чем. Этот год объявлен Годом молодежи в нашей стране. Уверен, будут проведены масса культурных, одноразовых мероприятий, на которые потратят уйму денег. У меня такой вопрос – а почему бы какую-то часть из этих денег не потратить именно на молодежное предпринимательство? Например, научить молодых быть упорнее и настойчивее в открытии своего дела. Ведь заниматься бизнесом – то же самое, что ехать на велосипеде. Либо вы двигаетесь, либо падаете. У меня на этом все. Данил? Будем двигаться вперед, конечно. Крутить педали. Спасибо большое, Руслан. Да, я обращаюсь к своим собеседникам. У нас две минуты буквально прямого эфира остается. Что за новая программа, господин Хамитов? Что вы там запускаете? Какую инновационную программу стартапов? Это раз. Какой от нее будет эффект? Самое главное, что вы ожидаете? Какие цели перед собой ставите? Я могу прям продолжение предыдущего спикера скажу о том, что как раз-таки у нас ту программу, которую я сейчас вкратце проговорю, это вот то, на что заточено на развитие как раз-таки молодого предпринимательства через практику. Проект называется «Жастар бизнес». Он запускается совместно с партнерами, в частности, «Сити Фаундэйшн». Это фонд «Сити» перед при «Банк Сити». Американский банк, который более 25 лет уже в Казахстане и достаточно активно развивается и вкладывается именно в экосистему. И «Вайбиай», то есть это организация международный молодежный бизнес, это сеть 53 стран, которая делится экспертизой. Проект у нас годовой и как раз-таки он направлен на то, что мы не раздаем никому гранты. Мы по факту даем знания, экспертизу и перспективе как раз ту мотивацию, которая нужна ребятам. Программа состоит из четырех блоков исследования. Мы сейчас как раз хотим услышать голос молодежи и проводим исследования, призывая всех участвовать. Какие вызовы перед ними стоят, потому что это исследование потом обязательно опубликуем. Мы будем с партнерами изучать, анализировать и предлагать рекомендации с соответствующими партнерами. Мы также проведем четыре мероприятия. Завтра у нас открытие, приходите, мы о нем расскажем. Спасибо большое, Господь Михайлович, я вас благодарю. Время прямого эфира у нас вышло. Это, я напомню, будет мероприятие в Алма-Аты и будет продолжаться. И если в интернете предприниматели, молодые предприниматели, начинающие, найдут, постараются найти вас, то это получается бизнес-инкубатор МОСТ. Это входные ворота в ваш бизнес. Попробуйте воспользоваться тем шансом, который предоставляется сейчас в Алма-Аты. Для всех, я подчеркиваю, нет границ никаких. На этом все. Спасибо, я вас благодарю. Субтитры подогнал «Симон»!